В Якутске заработал единый миграционный центр. Отныне трудовые мигранты могут оформить документы в одном месте. В центре доступны практически все услуги по получению патента для работы в Якутии, рассказывает Марьяна Кутукова. Несмотря на ежемесячный патент, почти в 9 тысяч рублей ежегодно в Якутию приезжают работать около 50 тысяч мигрантов. Как правило, первым делом при оформлении документов они здесь сталкиваются с огромными очередями в управлении миграционной службы. В течение месяца, который им закон определяет, они не могут сдавать. Когда у них просрочится, значит первый раз, они могут административный штраф 10 тысяч оплатить и опять заново начинать делать. Ограниченное количество сотрудников, и они вовремя не могут всех принимать. Есть еще вторая проблема, допустим, непрозрачность работы в этой сфере. Открытие единого центра в первую очередь разгрузит миграционную службу, а также легализует весь процесс, то есть избавит от посредников, среди которых немало мошенников, предлагающих сомнительные услуги по оформлению приезжих рабочих. После такой помощи, которая происходила до этого, этот гражданин после проверки миграционного контроля, чаще всего выдворялся за пределы, потому что сомнительная подготовка документов приводила к этому. Потом удобство в оформлении им, да, ну мы знаем, что сегодня УФМС делает работу качественно, но сама вот эта подготовительная работа у них, она затруднена. Это не их полномочия. То есть это дополнительные услуги. Отныне иностранные граждане в одном месте по доступной цене могут пройти медицинское обследование, оформить необходимые документы с помощью переводчика, издать тест на знание русского языка, истории России и основ законодательства. При нулевом уровне знания они могут пройти интенсивное обучение. Учитывая, что у них дается всего лишь 30 календарных дней на оформление всей документации, мы в течение недели интенсивно будем заниматься и, конечно же, должны довести до так называемого лексического минимума. То есть у них никто стопроцентного знания русского языка не требует. Они должны на определенный лексический минимум и, конечно же, все равно они должны знать историю России и, конечно же, законодательства Российской Федерации. За 10 месяцев этого года у ФМС выдано более 6 тысяч патентов. Удобство «Единого окна» можно оценить уже сейчас. Однако основной поток мигрантов ожидают, начиная с февраля следующего года. Единый миграционный центр заработал на Лонгинова, 36.